Всем привет! Вы попали на страничку АКНТК-З и сегодня мы поговорим о выпускном. Это самое важное событие в жизни каждого школьника, выпускной вечер, где все экзамены остались позади. Впереди взрослая жизнь, полная свободы, счастья и радости. И путь в нее лежит через выпускной бал. Кстати, выпускной это отличный способ, чтобы закончить все то, что вы начали в своей школьной жизни. Ведь багаж несказанных слов, невыясненных отношений, скрытых обид вряд ли пригодятся вам в вашем будущем. Как говорят психологи, нужно закрыть гештальт. Следующий пункт это быть или не быть. Вытеркнитесь из своей головы мысль о том, что вы не пойдете на этот бал, потому что он дважды не повторится. Может сейчас вам и не сильно почтите на эти вещи, но через 10 лет вы пожалеете, что не пошли на меня. Ни в коем случае нельзя распивать алкоголь, потому что там будут не только учителя, но и родители. И вы оставите негативное мышление о себе. Вы еще не знаете свои меры и, возможно, улетите от одного бокала шампанского. В лучшем случае вы будете валяться под лавочкой и спать, а в худшем додумайте сами. Часто бывает так, что между людьми возникают конфликты и ситуации. Обычно это происходит между учителями и учениками. Да, ты прав. И не надо на них по-небратски висеть и высказывать им все, что вы о них думаете. Надо, наоборот, их поблагодарить за все, что они для вас сделали. Нельзя ни в коем случае ругаться со своими одноклассниками, и тем более нельзя делать этого на выпускном вечере. Не забывайте, что выпускной вечер бывает раз в жизни. И не забудьте оторваться на полную катушку. Например, вы можете помириться со своей подругой. Ну или с другом. Я с вами полностью согласен. И если у вас есть подруга, с которой вы поссорились очень сильно и не знаете как... Как именно это сделать? Просто подойдите к своему другу и скажите то, что ваша ссора вас очень расстроила, и вы не хотите остаться врагами или просто не замечать друг друга. Его слова будут для вас очень приятными, и, возможно, вы забудете прошлые обиды и останетесь друзьями. Вы просто подойдите и попросите прощения. А если нет, то вам не придется видеть эту унылую физиономию и расстраиваться по этому поводу. Я уверен, вы помиритесь. А мы будем держать за вас кулачки. Следующее правило особо важно для девушек. Дорогие девушки, возьмите с собой смену обувь, потому что ваши ножки в конце вечера не скажут вам спасибо за весь вечер, проведенный на кабуках. А как же зажигательные танцы до утра? Ведь в балетках или босоножках это будет гораздо удобнее. Возможно, это не последняя встреча с ними. Это переход на новый уровень. И слова, сказанные в этот день, они очень важны и должны запомниться. Поэтому лучше записать их на листочек, чтобы не упустить то, что вы хотели сказать, не упустить самые важные слова. На этом наши советы закончились. Если у вас есть советы или идеи по этому поводу, пишите в комментариях, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Всем пока!